Скажи, как ты считаешь, вот только давай честно, ты зрелый человек? И как ты сможешь это понять? Какие есть критерии? Ты готов к взрослым отношениям? Да? А чего это ты так уверен? Давай сперва разберемся с тем, кого можно назвать незрелым человеком и что такое инфантилизм. Как говорится, первые 40 лет в жизни детишек самые сложные. Инфантилизм это когда взрослый человек продолжает мыслить как ребенок, что какой-нибудь взрослый догадается о его желаниях и обязательно их исполнил. При этом ребенок же еще маленький, чтобы самому разговаривать и сообщать о своих потребностях. Поэтому взрослый должен самостоятельно угадывать желания ребенка. Инфантилизм также проявляется в неспособности человека своевременно задавать вопросы и говорить о желаемом. Инфантил ничего не спрашивает и ничего не говорит о своих нуждах. Во-первых, потому что всерьез рассчитывает, что взрослые сам о них догадаются. Во-вторых, потому что низкая самооценка не дает ему открыто заявлять о себе. Эй, смотри, я есть. И у меня вот такие потребности. К чему это приводит? Возникает ситуация с неоправданными ожиданиями. Ребенок по истечению какого-то времени начинает понимать, что взрослый не только не собирается исполнять его желания, он даже не догадывается о них. В этот момент происходит эмоциональный всплеск. Ребенок начинает бурно выговариваться, вываливая все, что накопилось за долгое время. И если в детском возрасте крики и капризы выглядели просто мило, то топающий ножками 40-летний пузатый менеджер среднего звена выглядит просто... Причина инфантилизма, как мне видится, в том, что... Причина номер один. Первые 40 лет родители обдавали ребенка гиперопекой. Сами делали все за него, вот ласты-то и не расклеились. Ма, слепой мне снежку. Причина номер два. Родители не давали ребенку совершать ошибки, а если он таковые совершал, то жестко наказывали. Ребенок со временем переставал проявлять инициативу и по умолчанию ожидал принятия решений от других людей. Иди, иди, оболтус, не мешайся. Папка сам сделает. Причина номер три. Родители сами были те еще дети, поэтому передали своему ребенку кучу глупых страхов. Сын, а ты если в гостях писать захотел, так сиди помалкивай. Потерпи до дома, сейчас поедем. Мало ли, что люди подумают. Нет, вы смеетесь, а мне лично признался один 50-летний дядька, что он не мог себе позволить, будучи в гостях, сходить в уборную. Ну да ладно, так о чем это я? Психически зрелый человек отличается от ребенка способностью говорить о своих потребностях своевременно, а не тогда, когда пись-пись уже произошло. При этом важно понимать, что отношения всегда держатся на более зрелом партнере. Даже если чисто внешне им обоим хорошо, то это происходит за счет усилий и терпения более взрослого взрослого. И, конечно же, великая удача, если оба партнера достаточно зрелые. Тогда, даже если один из них желает проявить слабость, он просто предупреждает об этом другого. Слушай, я сейчас немного злюсь, потому что не могу справиться с этой проблемой. Ты можешь немножко меня пожалеть и побыть снисходительным? Проблема решена. Как оказывается, впоследствии сообщать о своих потребностях своевременно и не копить недовольства не так уж и сложно. Только давайте договоримся, чисто между нами. Признаем зрелым только того, кто говорит о своих потребностях просто как просьбу или факт, без претензии в голосе. Потому как вот это вот «Спасибо, донори!» Даже если оно высказано, ну, очень своевременно, тоже объявляем инфантилизмом. Почему? Потому что в этой интонации есть все вот это. Ты должна, нет, обязана позаботиться обо мне немедленно, потому что я еще маленькая и ручек у меня не выросла. Поэтому, маманя, поторопись, иначе я покакали. А сейчас, дай же угадаю, какой вопрос у тебя застрял в голове. Ммм, как повзрослеть и выйти из состояния инфантила? Я угадал? Что ж, тогда записывай. Пункт первый. Отследи, как часто ты замалчиваешь свои потребности и ожидаешь, что о тебе позаботятся другие. Пункт второй. Если вспомнились такие ситуации, не спеши сразу брать ответственность за все, что движется. Когда ощутишь первый аромат независимости, по чуть-чуть, помаленьку привыкай сообщать людям о своих желаниях и потребностях по мере их поступления. Тут первое главное правило – это своевременность. Почувствовал – сообщил. Почувствовал – сообщил. Второе главное правило – это адресность. Сообщай о своих желаниях и потребностях лишь тем, с кем они связаны. Пункт третий. Для того, чтобы окончательно повзрослеть, мало просто своевременно сообщать другим о своих нуждах. Нужно еще и научиться принимать важные жизненные решения самостоятельно, без помощи астрологов, гороскопов и мнений подружек. Приветствуюсь, разве что обращение к экспертам. Сначала нужно получить позитивный опыт того, как же это круто самому принимать решения. Так что для начала попробуй что-нибудь несложное. Раньше в традиционных культурах было принято совершать обряд инициации. Победил тигра – мужик. Не победил – ты труп. Так что выживали одни мужики. Шутка. Сегодня, помимо дня выдачи паспорта, у нас не осталось никаких обрядов инициации. Поэтому никто, кроме мудрых родителей, не даст тебе понять, что простой Ивашка, наконец, стал Иван Ивановичем. Но если мудрых родителей поблизости не оказалось, я надеюсь, что тебе хватит мудрости для того, чтобы не бронить стариков. Простить и отпустить. Пусть это станет твоим первым шагом в принятии ответственности за свою жизнь. Таким образом, каждому из нас нужно пройти три этапа взросления. Первый – зависимость, она же инфантильность. Ее главный признак – я ничего не умею, не могу, сделайте за меня. Второй – независимость, она же взрослость, но часто с таким эгоистичным налетом, а-ля «я все знаю, я все могу, вы мне не указ». И третий – взаимозависимость, она же зрелость. Ее главный признак – я могу сделать это и это, но вот тут признаю, мне будет нужна ваша поддержка. Как видишь, настоящая зрелость – это не слепая самоуверенность, это ясное понимание своих возможностей и способность спокойно и своевременно попросить о помощи. Так что взрослеем, Инна Валерьевна, Александр Прохорович и Игорь Сергеевич. Взрослеем. Эй, пс, социальники – это видео не про социальнических инфантилов. Инфантилизм – это про нежелание брать ответственность за свою жизнь. Так что гексли, досты, доны, робы – тут ни при чем. Так что не надо мне вот это вот. И да, я сообщаю о своей потребности в ваших комментариях. Так проект разовьется гораздо быстрее, а вы сможете получать больше знаний о соционике и психологии. А губы эти просто ужасные. Просто другой соски не было в магазине. Никогда не покупайте такое детям и взрослым, и взрослым детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова